Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. С вами Алла Белочка. Сегодня у нас рубрика «Давайте знакомиться». Речь идет о участницах совместного проекта в мире животных. И это третья серия. Если вы не смотрели и не видели первую и вторую серию, я оставлю обязательно в инфобоксе ссылочки. Речь шла о девочках, которых я хочу вам назвать. Во второй серии в главных ролях были Олеся Крюкова, Татьяна Косова, Женя Эс, Вышивка Крестом, Галина Давидюк, Фокси Стори, Юлия Рукодельная, Татьяна Татьяна, Лилиана Гесс. Это я назвала каналы девочек. В первой серии были Ксюша Арчи, Хелен Кростич, Юлия Кожина, Валерия Соу и Татьяна Дальневосточница. Заходите, смотрите очень интересные рассказы и истории. Прислали мне девочки анкеты с ответами на страничку ВКонтакте. Если у вас появится желание попасть в нашу рубрику, прислайте ответы свои, и я о вас обязательно расскажу и покажу ваш канал. Ну что ж, давайте знакомиться. Сегодня у нас я расскажу о шести участницах, а седьмая участница расскажет о себе сама, так как она сняла видеознакомство в таком формате, как видео. Вот, просмотрим и прослушаем. А первая перед вами участница из третьей серии. Это все девочки участницы совместного проекта. Продолжаем знакомиться. И это Ольга Перковская, ее канал. Сначала хочу прочитать, зачитать, что она мне прислала. Зовут Ольга, ей 33 года. Живет в Подмосковье, работает кассиром, замужем. Мужа зовут Сергеем. Есть три сына Саша, 13 лет, Ярослав, 4,8 и Святослав, 3 года. Из домашних любимцев есть пара попугаев-неразлучников и большой аквариум. Со слов Оленьки хочу зачитать. Душа моя хочет котика, шотландца или британца, с красивой серой шерсткой, с янтарными глазками и игривым характером. Вышиваю с детства, в этом году будет 28 лет рукодельному стажу. Без перерыва вышиваю 13 лет. Люблю вязать, делать украшения из бисера и немного умею шить. Меня учила старшая сестра и очень хорошая школьная учительница. Она нас учила всему, что знает. Много рассказывала не по школьной программе. В моей норке больше половины наборов с животными. Все мне очень нравятся. Вышивала бы их все подряд, но пока отобрала две работы. Набор фирмы Белоснежка малыши и схема для вышивки на конве лошади. Малыши размером 30 на 30 сантиметров. Мулине СХС, конва 14 и очень жесткая. Вот такие мне ответики прислала Ольга Перковская. Вы можете увидеть перед собой ее канал. Вот количество подписчиков, которые на данный момент. И это 1923 подписчика. Очень интересный блогер. Забавно рассказывает о себе, о рукоделе, всем, чем она занимается. И вот этих милах она вышивает в совместном проекте «Мире животных». Это наборчик от «Белоснежки малыши». Вот он. Вот она. Также другие. Также в совместном проекте она не сказала, что она вышивала от «Боди Трендс» вот такой наборчик. Зайдите, посмотрите обязательно. Очень интересно. Мне тоже понравилось. Вот. Много у нее видео. Очень интересненько. Заходите, подписывайтесь, знакомьтесь ближе. Для того и создана наша рубрика, чтобы знакомиться ближе. Не только видеть ваши процессы, но и узнать о вас чуть больше. И увидеть в конце этого видео, каждого видео, в каждой серии слайд-шоу о наших участницах. И это была Ольга Перковская. Так, следующее у нас. Так, секундочку. Открываю. Это Ирина Мельникова. Вот ее канал. Так, Ирина мне прислала также ответики на анкету. Зовут Ирина, 44 года. Ирина живет в Ближнем Подмосковье, в городе Балашиха. Работает в больнице медсестрой. Замужем. Мужа зовут Николай. Со слов Ирины хочу зачитать. Есть трое детей. Сын Алексей, ему 23 года, он военный. Сын Саша, ему 18 лет, ждет призыва в армию. И дочь Ольга учится в 10 классе. Еще у нас живет наша любимица, кошка Тося. Ей 7 лет. Она не породистая, но очень красивая. Увлекаясь вышивкой давно, примерно лет 9, но были перерывы. Крестик познала еще в далеком пионерском детстве. В лагере была вожатая, она и показала нам азы. И я только вспомнила все и стала вышивать. Для совместного проекта Ирина выбрала набор от фирмы «Золотое руно. Жаркая любовь». Дизайнер Буйновская Людмила. В состав входит конва мулине Мадейра, бисер. Размер готовой работы 33,9 на 33 сантиметра. Вот что мне прислала Ирина Мельникова. Это ее канал. Вот так. И все ее видео. Подписывайтесь. На данный момент у нее 60 подписчиков. Тоже интересно рассказывает. Заходите. Увлекается вышивкой, бисером и крестиком. Вот. Также вот другие видео можете увидеть. Вот. Икона с бисером вышивает. Из бисера, да. Так. И. Вот где наш наборчик, который она вышивает. Секундочку. Хочу вам показать. Так. Что-то я не нахожу. А. Вот этот набор. Вот. Да. Вот. Жаркая любовь. Вот здесь он. Вот. Жаркая любовь. Процесс вышивки. Да. Заходите, знакомьтесь, подписывайтесь. Очень интересно познавать и раскрывать новых блогеров. На вышивальном ютубе. И это была Ирина Мельникова. Так. Следующая. Так. А следующая. Татьяна Саргиес. Если я правильно читаю. И это девушка. Вот ее канал. 144 подписчика на данный момент у нее. В совместном проекте выбрала наборчик от Овин. Неподдельный интерес. Вот такой милашный котяра. И. Вот она сняла видео знакомство. Давайте знакомиться. И давайте смотреть. Не будем оттягивать. Сегодня я хотела бы снять видео для рубрики «Давай знакомиться», которую организовала Алла Белочка для своих участников СПР в мире животных. Я хочу ответить на вопрос Анкеты. Первый вопрос. Это ваше имя и имени. Меня зовут Таня. Ник мой такой же Таня Саргсян. Это моя фамилия и имя. Я не заморачивалась тут. Ну, как бы на первом вопросе ответила. Второй вопрос. Сколько вам лет? Мне 38 лет. Живу я в Словении. До этого я жила в Украине. В Крыму. Сейчас это же Россия. Ну, в общем, так. Так, кем работаете? Сыночек лезет в кадр. Не может удержаться. Работаю сейчас никем. До этого работала я барменом и официанткой. Профессия у меня вообще повар-кондитер-официант. Но большинство времени я работала официанткой и барменом и администратором. В кафе и в ресторанах. Семья, дети. Да, у меня есть семья. Моего мужа зовут Артём. Сына моего зовут Арсен. Ему 5 лет. Он сейчас не ходит в садик. Поэтому я сижу с ним дома. То есть домохозяйка, можно так сказать. В садик мы пробовали ходить, но болеем часто. Поэтому вот так. Пока садик нам не принес ничего хорошего. В общем, только одни болезни. Наверное, это у всех так. Ну, не будем останавливаться на этом. Если у вас любимые питомцы, животные нет. Питомцев любимых нет. Животных тоже нет. Как долго увлекаетесь вышивкой? Вышивкой увлекаюсь недолго. Вот когда я переехала в Словению, это было год и три месяца назад. Вот через три месяца я поняла, что я хочу чем-то заниматься. И увидела на YouTube, как девочки вышивают. До этого я уже видела вышивку. Так как у меня свекровь очень много вышивает. У нее очень много красивых, очень красивых картин вышитых. И я все время думала, что это не мое, что я не смогу. Это для меня очень сложно. Хотя вязать я уже и крючком, и спицами. Но для меня вышивка нитками и бисером что-то было нереальное. Ну, не для меня. Ну, потом я все-таки решилась. Первый мой наборчик, если вы помните, это была Полина. Если кто смотрел мое видео от Беттерфрия, это частичная вышивка бисером. Потом я решила уже вышивать нитками. И вышила шерстяными нитками наборчик. Сейчас я вышиваю уже нитками Мадейра, по-моему. Это от Золотого Руна я сейчас наборчик вышиваю. Потом мне очень захотелось сделать картины в технике алмазная живопись. И они у меня получали... Две картины у меня получились. Очень даже красивые. Мне очень понравилось. Тут надо только терпение. И окончание работы будет вас радовать. Ну, по окончанию у вас это радует. Картинки. А вот. Какие еще есть увлечения, хобби? Ну, наверное, вот это сейчас... Для меня увлечение вышивкой, сэнтик, да, и мама с ним. Сейчас самое большое. То есть хобби пока больше никаких других нет. Так как ребенок, и ребенок занимает тоже достаточно много времени. Он даже не любит, когда я вышиваю, потому что тогда я не играю с ним. А это для него очень печально. Поэтому других увлечений хобби пока у меня нет. Кто вас научил рукодельничать или вы самоучка? Ну, получается, Ютуб меня научил вышивать. Можно сказать так. Ваш выбор для ВСП в мире животных. Этот наборчик я еще не открывала. Мне только что пришла посылка. Так как я уже не успеваю сроки, но я надеюсь, что... Алла Белочка меня простит, извинит, что так вот получилось. Но это не моя вина. Я заказала эти наборчики, но вот только мне их достали. Вообще тяжело. В Словении нет наборчиков вышивки крестиком. У них только гобелины. И гобелины очень дорогие. Нитки тоже тут очень дорого стоят. Поэтому мне пришлось заказывать этот наборчик из Украины. И я заказала такого милого котенка. Сейчас я вам покажу. А потом сниму видео по ВСП в мире животных с подготовкой этого наборчика к ВСП. Вот такой миленький котеночек от чудесной иглы я буду вышивать в ВСП в мире животных. Ну, это, наверное, всем известный сюжет. Мне так нравится. Вот я давно хотела этого котенка. Наконец-то он мне пришел. И теперь я его буду с вами вышивать. Фирма-производитель, как я уже сказала, чудесная игла. Название набора неподдельный интерес. Размер готовой работы 18 на 26 сантиметров. Дизайнер дизайнером. Только не про дизайнера ничего я не вижу. Про дизайнера может быть потом, когда я разберусь на бончик, делаю дизайнера, пока я ее не нашла. Просто производитель чудесной иглы. А мы произвели в Москве. Размер, я сказала, нитки. Нитки мулине гамма. У них, кстати, не вышивала ими еще. Так как, вернее, у меня еще мало вышивала. Пришлите фото. А, ну, не прислать фото. Я думаю, видео подойдет. Вот. Все. На все вопросы я ответила. Всем желаю удачи в СПМ. Всем легкие крестиков. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео знакомство. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока, Арсен, скажи. Пока. Ну, так хотел поучаствовать в видео, а мама не дала, да, Арсен? Ну, ладно, покажи всем своего зайчика. Покажи. Сейчас сынок покажет зайчика такого купил себе. Хочет с ним играть. Вот, видите, животное у нас появилось. Вот такое животное у нас появилось в семье. Это животное зайчик. Теперь у нас есть любимый питомец. Это зайчик, да, Арсенчик? Да. Ну, говорю, всем пока. Всем пока. Пока-пока. Ну, вот она, Танюша и сняла свое видео о подготовке с этим котиком забавным. Мне этот котенок тоже есть в запасках. Ждет в своей очереди вот такое знакомство. Очень интересно. Так, секундочку, переставлю камеру. Извиняюсь за такие неудобства. И это была Танюша Саргиас. Вот ее видео. Очень интересно. Так что, девочки, выбирайте. Присылайте вам ответы на анкету, на мою страничку. Или делать, снимать видео знакомства. Вот как сделала Танюша Саргиас и Алиса Крюкова во второй серии. Обязательно зайдите, посмотрите. А Алиса Крюкова сделала как слайд-шоу и рассказывала о себе. Тоже очень интересно. Заходите и знакомьтесь с девчонками нашими. Вот. Так, следующая участница. Угу. Так. Это у нас... Секундочку. Так. Елена Мустепан. Так, вот подвину, извиняюсь. Вот. Все видненько. Замечательно. Это ее канал, Еленочке канал. Так, на данный момент 285 подписчиков у Леночки. Вот ее все видео, но об этом чуть позже. Давайте я сначала вам зачитаю, что мне Леночка прислала. Зовут Елена. Леночке 28 лет. Живет в городе Измаил. Или Измаил, извиняюсь, если я неправильно называю. Которая находится на юге Одесской области, Украина. В данное время не работает по образованию учитель. Есть доченька Анюта. Ей 3 года и 9 месяцев. Из домашних любимцев это собака породы Дратхар. Ее зовут Гретхен. Ей полтора года. Со слов Лены хочу зачитать. Вышивкой увлекаюсь с 98-99 годов. В то время я была в 5-6 классе, но были перерывы по несколько лет. С 2011 года я окончательно вернулась к вышивке. Кроме вышивки увлекаюсь декупажем и посткроссингом. Вот, выговорила. Собираю закладки для книг и магниты. Немного вяжу крючком. В совместном проекте вышиваю по схеме охота. Эта схема из журналов, к сожалению, больше сведений я не знаю. Размер работы 310 на 124 крестиком. 31 цвет. Использую нитки из ХС и ДМС. Вот такие ответки мне прислала Еленочка. Ее канал. Вот что она снимает. Вот этот сюжет, который вышивает в совместном проекте «Мире животных». Охота называется. Заходите, смотрите. Очень много интересных увлечений у Лены. И много она снимает об этом. Также вот. Заходите, подписывайтесь. Интересный блогер. Знакомьтесь, девочки, обязательно. Если кто еще не знаком и не подписался, обязательно подписывайтесь. И поддерживайте друг друга. Это ведь так здорово. Когда мы в совместном проекте должны друг дружку прям знать. Вот как большой семьей. Вся наша большая семья. Подписывайтесь, смотрите. Очень интересно. Столько много сюжетов. Все разные, мало даже повторяются именно с животными, которые девочки вышивают в этом проекте. И это была Леночка Мастепан. Так, следующая у нас Елена Тирамису. Вот, Леночке канал. Так, хочу зачитать. Так, Елена Тирамису. Это название канала. Зовут Елена, 42 года. Леночка живет в Харькове, Украина. Работает бухгалтером. Со слов Лены хочу зачитать. Живу одна. У меня взрослый сын. Ему 23 года. И живет он уже самостоятельно и отдельно. У меня есть домашняя любимица. Это маленькая собачка породы Померанский шпиц. Дома я ее называю Ася. А по документам ее имя Тирамису. Именно поэтому я и называла свой канал Елена Тирамису. Так как живем мы с ней вдвоем и вышивать садимся тоже вдвоем. Ей 3,5 года. Вышивать начала в 2002 году. Вышивала около двух лет. Потом был огромный перерыв. И вернулась снова к вышивке в 2014 году. Других хобби на сегодняшний день нет. Но было время, когда сильно увлекалась бисероплетением. Но все же вышивка победила. Как делать первые стишки показала мама. Она тоже любила повышивать, пока зрение позволяла. Она вышивала и мне было очень интересно. Как на конве вырисовывается красивый сюжет. Попросила научить. Вышила совсем маленькую картинку. Получилось и меня понесло. Мой выбор для совместного проекта в мире животных. Это картина Табу на лошадей от фирмы Риолис. Это набор. И вступила я в совместный проект уже с начатой работы. Размер довольно большой. 60 на 40 сантиметров. Вышивается шерстью. Совместный проект на год. А у меня еще уйма животных, которых я хочу вышивать. Кстати, вот именно Табу на лошаде Леночка второй раз вышивает. Подряд. Для меня это большой подвиг. Большая картина. Вот она, кстати. Можете увидеть сразу. Очень классный сюжет. Табу на лошаде от Риолис. Заходите, знакомьтесь. Вот сама Леночка со своей собачкой. Сразу же на фотографии. На Нике. Очень интересно. И на данный момент 539 подписчиков у Леночки. Вот. Пожалуйста. Все ее видео. Также очень интересно. Предлагаю зайти посмотреть, как именные обереги. Первый раз вижу в таком оформлении. То есть именные обереги оформила Леночка в виде подушек для своих детей. А то есть сына и невестки. Вот. Вот. Много снимает тоже. Очень интересно рассказывает. Классно. Так что добро пожаловать на канал Елена Тирамису. Подписывайтесь, знакомьтесь. Итак. Это была Леночка Тирамису. Так. Следующая участница. Вот. Секундочку. Откроем. И это канал Оксана Ширази. 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 Букву И ударение. Да. Так Лена и отметила мне. Подписала. Зовут Оксана. Ей 32 года. Живет в городе Ростов-на-Дону. По профессии журналист, но сейчас не работает. Занимается домом и детьми. Замужем. Двое сыновей. Амир. 9 лет и Рустам 5 лет. Со слов Оксаны хочу зачитать. Два года назад у нас в семье появилась кошечка Элизабетта. Два раза она уже становилась мамой. Еще у нас есть небольшой аквариум с рыбками. Вышивкой крестиком увлекаясь давно еще со школы. По наборам стала вышивать 7 лет назад. Перерывы, конечно, были. Помимо вышивки я коллекционирую почтовые марки и открытки. Ухаживаю за комнатными цветами, орхидеями, фиалками и многими другими. Я люблю театр, особенно музыкальный. Балет, оперетту. Вышивать я училась сама. Для совместного проекта «В мире животных» я выбрала оригинальный набор от Dimensions. Золотая коллекция – это «Леопард» на отдыхе. Дизайнер Колин Богл. Размер готовой работы 46 на 27,9 см. Нитки «Мулине ДМС». Вот такой интересный рассказик прислала себе Оксаночка. На данный момент у Оксаны 56 подписчиков. Она совсем недавно стала снимать свои видео. Также предлагаю заглянуть на ее канал и обязательно подписаться. Вот эта мордаха вы видите перед собой. Леопардик, который отшивает Оксана в рамках нашего совместника. Много интересных видео. Также интересная хомячья норка. Предлагаю зайти и посмотреть. И также много отшитых красивых работ. Это была Оксаночка Шарази. Шарази, Шарази, извиняюсь. Девочки, извиняюсь, очень поздно снимаю. Но очень хочется поскорее снять третью серию и показать вам. И это была Оксаночка. Итак, следующий канал. И это у нас... Так. Это девушка, которую зовут Алена. Мне не подписала, так как она не знает, как называется ее точно канал. И я назову этот канал Евросеть. Ну, пускай будет так. Прочитаю так. Вот. Аленка очень интересный рассказ прислала. Так что попрошу вас набраться терпения и послушать. Вам, я надеюсь, очень понравится. Зовут Алена. Аленке в марте будет 13 лет. Живет в городе Кимры. Это Тверская область. Со слов Аленке хочу зачитать. Город маленький, но мне очень нравится. И я его люблю. Кем работаете? Шел вопрос. Мала я еще. Для работы. Но летом в рукодельном магазине мне всегда найдется работа. Хозяйка магазина, мамина хорошая, знакомая. Семья, дети. Рано мне еще. Есть ли у вас любимые питомцы? Да, у меня есть две кошки и две собаки. Первая собака мальчик. Ирширский терьер по кличке Джонни. Ему 4 года. Вторая собака девочка. Волкодав по кличке Линда. Ей в марте тоже будет 4 года. В мое день рождения. Кошка Муся ей 3 года. Кот Степа. Кот Степа. Ему 6 лет. Он инвалид. У него сломаны две передние лапы. Как нам рассказали. Он упал с пятого этажа и сломал лапы. Маме стало его жалко. И она забрала его к нам. До этого момента он был в приюте. Очень грустная такая история. Но вы большие молодцы. Вот хочу именно прокомментировать про Степу, про кота. Вы большие молодцы, что взяли из приюта такого котика к себе. И, кстати, не каждый решится на это. У вас доброе сердце. Вы молодцы. Так. А Муся у нас появилась в конце осени 2013 года. Таким образом, в ту пору очень рано похолодало. Мама с папой возвращались домой и услышали мяуканье на всю улицу под балконом соседа. И увидели маленький замерзший комочек счастья. Мама не смогла оставить ее на улице и забрала домой. Все животные очень дружно живут. Вопрос. О ком вы мечтаете? Мне и четырех достаточно. Но очень мечтаю о лошади. Как долго увлекаетесь вышивкой? Я вышивкой увлекаюсь уже второй год. Сначала я вышивала один прогонистый дизайн с мишкой Тедди. В то время моим главным хобби были фенечки. Но сейчас к фенечкам я охладела. А вот на вышивку потянула. И это замечательно. Так. Какие еще есть увлечения и хобби? Я обожаю танцы. Также я хожу в музыкальную школу на инструменты-скрипку. Но, честно сказать, мне не очень хочется туда ходить. Кто вас научил, вдохновил, рукодельничать научил? Моя же нелюбимая музыкальная школа, но очень любимый учитель. Как-то раз моя учительница сломала ногу. И мне пришлось ходить к ней домой и заниматься. И как-то раз я у нее увидела вышивку. И ахнула от тех картин, которые она вышивает. А на какой-то праздник она подарила мне небольшую вышивку. Вот и я решила научиться. Ваш выбор для совместного проекта. У меня есть в запасах еще 4 набора с животными. Хочу все отшить в рамках совместника. Фирма Панна. Мышонок с букетом. Это в пару к моему любопытному мышонку. Дизайнер Марина Хромова. Размер на 20х23 см. Нитки гамма. Набор от фирмы Алиса. Олени в осеннем лесу. Размер 36х27 см. Мулине гамма. Набор ежик от фирмы Риолис. Художник. Галина Скобеева. Нитки шерсть акрил. Размер готовой работы 15х15 см. Вот такие. Мне прислала ответики. Интересная история Аленка. Ей 13 лет будет в марте. Очень интересно было послушать про твоих питомцев и твои увлечения, Аленка. Так, на данный момент у Алены 25 подписчиков. Она недавно начала снимать видео. Вот этого мышонка она вышивает в рамках совместного проекта. Так что добро пожаловать на канал Алены Евросеть. Назову я я так этот канал. Так как Алена, еще раз повторюсь, Аленка не знает, как переводится ее канал, название канала. Добро пожаловать. Подписывайтесь. Очень интересная девушка. Новое поколение. Подрастает. Вышивальных блогеров. Это так здорово и классно. Ну что ж, на сегодня все. Это были все семь участниц из третьей серии. А сейчас смотрите слайд-шоу. Всем спасибо за внимание, что оставались со мной до конца. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующих видео. А с вами была Алла Белочка. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok